Что делать, когда муж сильно ревнует? Вот веды, они объясняют, что надо, с мужем-то ничего не надо делать. Надо понять две вещи. Первая вещь, что во мне такого, что он ревнует. И вторая вещь, что в нем такого, что он ревнует. Ну то, что в нем, что мы можем с этим сделать, так? А вот то, что во мне можем. По крайней мере, какую-то часть мы можем поменять, свою. Ну допустим, вот женщина, она соткана из энергии любви, так? И эта энергия, она интересно функционирует. Что если женщина, допустим, близкие отношения с кем-то строит, то человек на это рассчитывает потом. Но он думает, что вот эта энергия будет дальше вращаться в его отношениях с этой женщиной. Так? Навсегда. Так? Мы чувствуем это, так? И самое интересное, у женщины тоже есть такое чувство. Но потом, смотрите, сейчас интересно, культура построена. Женщина приходит домой, она снимает все самое красивое и просто ходит. Ну то есть энергия красоты, что тут, зачем она нужна, кому она нужна здесь, дома. Но когда она идет куда-то на улицу, она очень красиво наряжается, красится и идет на улицу. Ну это понятно, что не нуждается. Но мы сейчас говорим о тенденциях. Вот смотрите, вот женщина нарядилась, пошла на улицу. Для кого? Вот самое дорогое и близкое живет дома. Для него надо наряжаться. Это дети, это муж. А зачем там-то наряжаться, на улице? Я просто задаю сам себе вопрос, женщины. Я не против, как бы, ничего. Мы говорим о теме ревности. Есть ведь вопрос культуры. Вот в древней культуре я изучал, там женщины дома красились, а на улицу выходили. И сейчас тоже можем видеть, закрывают лицо некоторые. Некоторые так делают, чтобы скромненько смотрелось. Зачем? Смысл какой? Может они дуры просто и все. Ну, если мы как бы изучаем более серьезно, самый простой способ решить вопрос дурой. Ну, самый простой способ. Не надо напрягаться, просто дурой и все. Недоразвитая, нет культуры и правильное воспитание. Религия опиум для народа. Хорошо. Но если я такая умная, почему же меня тогда муж ревнует, а ее нет? Ну, что ревновать-то, если она никого не смотрит там на улице? Ну, хорошо, бывает муж, допустим, психически больной человек. Он ревнует. Но если у меня муж нормальный, здоровый человек, психически, не больной. Сразу вот так, да? А он как вас считает? Каким? Здоровый? Да? То есть он больной, а вы здоровый, да? А? А я считаю свободолюбивой. Свободолюбивой. А вы считаете больным? Вот смотрите, давайте смоделируем ситуацию. Допустим, у меня жена свободолюбивая. Допустим, у меня жена свободолюбивая. Свободолюбивая означает любить всем глазки, строить, улыбаться. Ну, ты... А как? А вы не можете себя закрыть? Вы не можете себя закрыть. Вот, допустим, я вижу, у вас красивое лицо. Вы себя закрыли? А, видите, уже открыли сразу тут же. Это все. Женщина не может себя закрыть. Она красивая, не может себя с этим ничего сделать. А если кто-то видит, что она красивая, она не может, как бы, не обращать на это внимания. Она знает, что ее так считают, и счастлива от этого. Счастлива. Идет обмен. Поэтому женщина закрывает лицо, чтобы сохранить счастье в семейной жизни. Чтобы красоту свою направить, энергию в один фокус. В одно место. Вот, допустим, если бы у меня жена ходила и глазки строила всем, я тоже, наверное, с ума сошел бы. Я был бы психически больным человеком. Я не говорю, что буквально вот так. Но этот фактор вы должны учитывать сейчас. То, что я вскрыл ситуацию немножко. Не хотите учитывать, да? Означает нехватка знания. Потому что часто женщины думают, что именно вот так они счастье могут получать. Вот как вот так вот. Очень активно, свободно. Не факт. Смотрите, женская природа какая глубокая, глубокая и личностная. Многие женщины не знают об этом. Что их природа, она глубокая и личностная. Что женщине лучше всего, больше счастья в личных глубоких отношениях, чем вот в поверхностных и широких. Я что-то не так говорю, женщины? Глубокая и личностная природа. Очень личные, глубокие надо отношения строить, чтобы испытывать счастье, как женщина. Так? Ну как я могу глубокие отношения строить с человеком, если я ему улыбнулась, и туда улыбнулась, и сюда улыбнулась, везде улыбнулась, и какие с ним глубокие отношения-то? Он же смотрит, какая я. Он же тоже не дурак. Ну, конечно, если дядю Васю взять, как бы, тогда другой вопрос. Можно смотреть, и он будет так. Ну, значит, тебе хочется с таким жить, нет проблем, опять глубоких отношений не будет. А если нормальный мужчина, серьезный, то он будет нервничать, потому что нет глубоких отношений, ожидания не оправдываются, нет того, с чего хотелось. Почему женщины так себя ведут? Нет знания просто, они не знают себя, у них нет образования о себе, не понимают, что они женскую природу имеют, что надо по-другому себя вести. Так, хорошо, вопрос. Вот я мужчина, теперь мужчина возвращаемся. Я мужчина, допустим, да? И я вижу женщину такую, знаете, она глазки не строит, очень глубокие отношения с мужем строит, а на улице такая, ведет себя сдержанно. Как я буду к ней относиться? Уважительно, однозначно. Это очень серьезный человек, я буду считать. Все. На работе я начальник, одна мне строит глазки, я буду серьезно ее воспринимать как личность? Нет. А вот это вот не строит, уважает мужа, ко всеми очень аккуратно обращается, деликатно, ни с кем так не делает, а просто как бы выполняет свой долг, как бы спокойно. Как я буду относиться к такой женщине? Я начальник. Она мне глазки не строит, вроде бы, надо ее уволить просто и все. Как я буду относиться? Уважительно. Почему я буду ее уважать? Потому что она сама себя уважает. Видите, мы пришли к интересному выводу, что если женщины ведут себя поверхностно, везде вокруг, они просто не знают, как себя уважать, не знают, что такое чувство собственного достоинства женское, как оно работает? Возвращаемся к началу нашей беседы. Многие пришли уже попозже. А начало было таким, что мы не сами себя оцениваем, есть сила, которая нас оценивает внутри. Эта сила называется по-русски совесть. Она от нас не зависит. Некоторые говорят, у каждого своя совесть. Нет, совесть одна, она принадлежит Богу. И у женщины совесть вот так работает. Если она отдает себя близким и от всех закрывает себя остальных, значит, женщина собой довольна. Мне изнутри приходит вот это ощущение, что правильно я себя веду, мне хорошо от этого. Я испытываю от этого внутреннее глубокое счастье. Все. Видите, как все оказалось просто. Все согласны. Кто-то не согласен с этим? Поднимите руку, кто не согласен. Как другим? Вот смотрите, если она близким отношения строит, строит глубокие, то она становится глубоким человеком. Если не строит с близкими отношения глубокие, не становится глубоким человеком. Понимаете разницу? Она поверхностный человек. Есть глубокие женщины, есть поверхностные. Глубокие женщины. Почему они глубокие? Потому что они с кем-то строят глубокие отношения. С кем? С тем, с кем положено, с близкими людьми. Понимаешь, вот допустим, понимаете, женщина, допустим, строит близкие отношения с чужим мужем. Это глубокие отношения или нет? Нет, потому что эти отношения же нелегальные, как они могут быть глубокими? Они просто это отношение, наслаждение. Не долго, а наслаждение. Они понаслаждались и расстались. Ну, до свидания, все. Все. Это все не глубокие отношения. Глубокие – это когда чувство верности есть, есть уважение. Ты как бы держишь клятву свою перед человеком. Это глубокие отношения. Если женщина глубокая по природе, она глубже с чужим детям относится или нет? Глубже. Вот и ответ. Видите, есть природа, с ней ничего не сделаешь. Надо это все изучать.